Дрэйк! Нужна новая тактика. Например? Биологическое оружие. Всем тем, кто видит. Покажу одну картинку. Последний год я экспериментировала с синтетической молекулой ДНК, стремясь создать вирус, поражающий лишь вампиров. Мы называем его «Утренняя звезда». Ты только подумай, Блэйд. Мы можем избавиться разом от всех ублюдков. Так почему же вы медлите? Обычный вампир не может дать стабильных данных. Другими словами, необходим материал более высокого качества. Нам нужна кровь Дракулы. Ибо Дракул – породитель всей вампирской расы. Его ДНК до сих пор чиста. Её не смогли ослабить бесчисленные мутации многих поколений. Получив его кровь, мы сможем повысить эффективность нового вируса до 100%. И тогда привет всем вампирам. Ну что ж, теперь давай познакомим тебя с оборудованием ночных охотников. О, вот так честь. Господа и красотка, сегодня вам предлагается широкий ассортимент оружия, чтобы надрать задницу вампирам. Электронный пистолет. Любой калибр на ваш вкус. Патрон разрывной? Да. К тому же снабжён зарядом из вещества, излучающего ультрафиолет. Я называю его солнечным. Хеджес, давай сюда сверхкалибр. Даю. А вот и наша духовушка. Модифицированный вариант армейского наступательного боевого комплекса. Начинка по выбору. Пики, мини-ракеты, солнечные пули. Малютка выпустит в цель то, что тебе больше нравится. Конечно, у твоего меча радиус действия больше, но… О, господи. А вот это мы называем ультрафиолетовой дугой. О, простите. Крайние точки соединены мощным ультрафиолетовым лучом, который… Температура этого луча столь высока, что он режет вампиров, как нож масла. В истории Дракула мы до сих пор пытаемся отсечь правду от легенды. Он испаряется, я сомневаюсь, но изменить свой облик он может. Вряд ли он способен стать волком или летучей мышью, а вот человеком, с его опытом, это вполне реально. Его костная система не похожа на нашу. В этом отношении он напоминает змею, мелкие косточки и там… Хеджес, я давно хотел спросить тебя, ты в своей жизни хоть раз трахался? Множество раз. С женщинами.